Привет, народ! Сегодня хочу сказать спасибо Стивену Кулу, Искандеру, Кейт Хетт, Марине, Павлу и Ивану. Спасибо большое, что поддерживаете канал. А сейчас перейдем к книге. На мой взгляд, она действительно интересная. Книга 27. 10 главных правил для начинающего инвестора. Автор Бертон Малкиелл. Часть 1. Отправные пункты. Пункт 1. Увольте своего финансового консультанта. Финансовых консультантов заботит только собственное благосостояние, но не ваше. Они получают комиссию с того, что они продают вам. И потому проталкивают те продукты, которые сулят наибольшие комиссионные, а не те, которые набивают ваши карманы. Подумайте сами, если бы консультанты точно предсказывали курсы акций, то они бы моментально стали миллиардерами, и им незачем было бы продавать свои советы вам. Вы должны не только сами узнавать информацию о компании, акции которой вы хотите купить, но и придерживаться правил, которые будут приведены в этой книге. Кстати, ребят, на ютубе появилось самое трезвое шоу про деньги – индекс бар. Если вам интересно, что творится в мире финансов, и как это повлияет на ваш кошелек, то вам зайдет. Каждый понедельник профессиональные трейдеры-аналитики обсуждают тренды рынка и последние значимые новости, влияющие на курс акций, при этом отвечая на ваши комменты. В каждом выпуске индекс бара – финансовый хайп, графики, инвестиционные идеи, теханализ, споры и шутки из-за барной стойки. Все это вы можете найти на их канале. Если вы еще не подсели на это шоу, от души рекомендую. Ссылку на свежий выпуск я закину в описании. Подписывайтесь на ребят. Ну а мы перейдем ко второму пункту. Сконцентрируйтесь на четырех инвестиционных возможностях. Первое – это денежные средства. Сюда можно отнести наличные, которые можно хранить на вкладе в банке и по необходимости быстро снять. К денежным средствам также можно отнести депозитный сертификат. Это именная ценная бумага, которая выдается вкладчику. В ней указана сумма, которую он внес, процентная ставка и дата внесения и окончания срока. Она выдается только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Его можно досрочно расторгнуть, но при этом проценты будут выплачены по сниженной ставке. Второе – это облигации. Это ценные бумаги, которые выпускает компания, чтобы привлечь деньги. И за это платит инвестору определенный процент и обязуется к определенному сроку вернуть все ваши деньги. Если проще, то вы даете таким образом компании кредит, а она возвращает его вам с процентами. На облигациях можно заработать двумя способами. Во-первых, они имеют номинальную стоимость. И часто облигации продаются с дисконтом, то есть меньше номинальной стоимости. Но в данном случае у них нет процентных платежей. То есть вы можете купить облигации компании за 500 рублей, хотя ее номинальная стоимость составляет 600 рублей. И в конце срока компания заплатит вам за каждую облигацию по ее номинальной стоимости. То есть вы зарабатываете на разнице между ценой покупки и ценой при погашении. Во-вторых, они имеют купонную ставку. То есть процент, который компания будет выплачивать вам, обычно каждый год, за пользование вашими деньгами. Иногда компании продают свои облигации выше своего номинала. Например, номинальная стоимость облигации может стоить 600 рублей, а продавать ее могут за 700. Но благодаря купонному доходу, который компания будет вам выплачивать, вы все равно окажетесь в плюсе. Вы можете делать с облигациями все что угодно. Покупать, продавать, менять или дарить. Поэтому вы можете купить облигацию и держать ее у себя, получая купонную выплату. А можете дождаться момента, когда она подорожает, и продать ее. Но при этом вам необходимо покупать облигации либо у крупных компаний, которые долгое время на рынке, либо у государства, так как этим вы обезопасите себя от потери ваших денег, потому что только выходящие на рынок компании могут сразу банкротиться. Третье – это обыкновенные акции. Если держатели облигаций являются кредиторами компании, то владельцы акций – ее собственниками. То есть, если компания выпустила тысячу акций, а вы купили одну, то вам принадлежит одна тысячная доля всей собственности и прибыли компании. Если компания выплачивает дивиденды, то вы получаете одну тысячную всей суммы. Но если, покупая облигации, вы знаете, сколько в итоге вы получите, то покупая акции, все зависит от того, насколько хороши дела у компании. И может случиться так, что вы купите акцию за тысячу рублей, а через месяц она будет стоить 800. На бирже ежедневно цены на акции то повышаются, то понижаются. И четвертое – недвижимость. Вкладывая в недвижимость, вы богатеете не только за счет ее сдачи в аренду, но и за счет повышения роста цен на жилье. Если вы взяли квартиру в ипотеку, вы вносите не арендную плату за жилье чужому дяде, а платите самому себе. Если вы живете в сельской местности, то можете взять ипотеку по 3% годовых на покупку квартиры до 3 млн. рублей. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости приобретаемого жилого помещения. Помимо квартир, вы можете покупать офисные здания или торговые центры. Если денег нет, чтобы купить офисное здание целиком, существуют закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости, так называемые пифы. Вам достаточно вложить свои средства в паевой фонд, который купит объект недвижимости для всех своих пайщиков. Целью фондов является приобретение объектов недвижимости и прав на недвижимость для получения дохода в виде арендных платежей, а также получение прибыли при продаже объектов за счет увеличения их рыночной стоимости. Фонд ориентирован на инвесторов, заинтересованных в долгосрочных инвестициях на рынке недвижимости. Часть 2. Правила. Правило первое. Начинайте копить прямо сейчас. Размер стартового капитала имеет куда меньшее значение, чем то, когда вы начнете, так как доход генерирует не только первоначально вложенные средства, но и накопленные, реинвестированные проценты. Представьте, что вы положили в банк 100 долларов под 10% годовых. Через год у вас будет 110 долларов. Если вы будете реинвестировать все проценты, то во второй год у вас уже будет 121 доллар. К концу 2010 года сумма на вашем счете возрастет почти до 260 долларов. Это на 60 долларов больше, чем при простом начислении годового дохода в 10 долларов. Такова магия сложных процентов. Джереми Сигелл посчитал, что если бы человек в 1801 году инвестировал 1 доллар в золото и реинвестировал все проценты, то к концу 2002 года он бы заработал 15 долларов. Если бы он вложил 1 доллар в облигации, то заработал бы 4547 долларов. А если в акции, то доллар превратился бы почти в 7 миллионов долларов. Правило второе – регулярно пополняй сбережения. Во-первых, инвестируйте как можно раньше и регулярно вкладывайте дополнительные средства. Во-вторых, запишите и проанализируйте расходы в течение какого-то времени, и вы увидите, как много денег уходит в пустую или на совершенно ненужные вещи. Разделите все покупки на две категории – вещи, которые вам действительно были нужны, и вещи, купленные по прихоти, и вы поймете, что покупаете больше, чем нужно. В-третьих, откажитесь от некоторых вредных привычек и оцените, если вы сэкономите и инвестируете эти деньги, сколько у вас получится лет через 10. Например, вы ходите в кинотеатр 2 раза в месяц и тратите за 1 раз примерно 250 рублей на билет, 300 рублей на колу и попкорн и 100 рублей на проезд туда-обратно. Получается, что в месяц вы тратите 1300, а в год – 15600. Но если бы вы эти 15600 положили под 8% годовых и каждый месяц пополняли бы ваш счет на 1300, а фильмы смотрели дома, то через 10 лет вы бы накопили около 271 тысячи рублей. Но вы можете ограничивать себя не только от кинотеатра, но и отказаться, например, от курения или откладывать 10% зарплаты. Практически все обеспеченные люди в Америке стали такими благодаря своей экономии. Они могут позволить себе дорогие часы, машины или костюмы, но это не является для них необходимостью. Они думают, что лучше отложат эти деньги на старость. А как мы знаем, у нас мы пенсии точно не дождемся, поэтому надо думать об этом прямо сейчас. Правило третье – страхование и резервы. У вас обязательно должен быть денежный резерв, например, на внезапный ремонт машины или расходы на лечение. И денежного резерва должно хватать, как правило, на полгода. Для этого держите эту часть денег на вкладе в банки или на картах с начислением процентов на остаток. Вы также можете застраховать свою жизнь или дом, так как никогда не знаешь, что может случиться завтра. Правило четвертое – используйте все налоговые льготы. Открывая индивидуальный инвестиционный счет, вы получаете возможность использовать налоговый вычет. Он бывает двух типов – А и Б. Тип А позволяет вам вернуть 13% уплаченного НДФЛ до 52 тысяч рублей в год. То есть, чтобы получить максимальный вычет, вам необходимо пополнить свой ИИС на 400 тысяч рублей в год и оплатить НДФЛ, собственно, на 52 тысячи рублей. Всего вы можете пополнить свой ИИС на 1 миллион рублей за календарный год, но получите при этом также максимум 52 тысячи рублей налогового вычета. При этом закрыть свой ИИС, вывести деньги и получить налоговый вычет можно только по прошествии минимум 3 лет. Верхнего порога нет. То есть, если вы получили налоговый вычет типа А за 2 года и закрываете свой ИИС, то вы должны вернуть налоговый вычет и плюсом заплатить пенни за пользование этими деньгами. У вычета типа А также отложенные налогообложения. То есть, налог с ваших операций, которые принесли прибыль, будут рассчитываться только после закрытия счета, а не каждый год, как на обычном брокерском счете. То есть, эти деньги вы можете пока продолжать инвестировать. Тип вычета Б позволяет освободить от уплаты НДФЛ доход, который вы получили на финансовом рынке. Но налог с дивидендов и купонов, если он есть, все равно будет уплачен. Вы можете не выбирать тип вычета сразу, а подождать 3 года и уже отталкиваясь от уплаченной суммы налогов и от доходности выбрать тип вычета. При этом не нужно ждать дольше, так как совокупно можно вернуть налоговый вычет только за 3 года, остальное у вас горит. Менять тип вычета в процессе тоже нельзя. Если вы индивидуальный предприниматель, применяющий специальные налоговые режимы, или пенсионер, не имеющий кроме пенсии и иных доходов, облагаемых налогом, то вы не имеете права на получение вычета типа А, вы можете претендовать только на тип Б. Также есть трехлетняя льгота на долгосрочное владение ценными бумагами. То есть даже на обычном брокерском счете, не на ИИС, если вы покупаете активы и держите их, не покупая и не продавая 3 года и более, то налог с прибылью взиматься не будет. Правило 5. Распределяйте свои активы. Нет универсально правильного для всех способа распределения активов. На это могут влиять 3 фактора. Во-первых, это временный срок инвестиций, зависящий от того, сколько вам лет. Во-вторых, ваше финансовое состояние, в том числе размер и стабильность неинвестиционного дохода. В-третьих, ваш характер, определяющий терпимость к риску и готовность принять более высокий риск, сопутствующий более высокой доходности вложений. Вы должны помнить, что чем дольше вы держите акции, тем ниже риск инвестирования в них. За период с 1950 года по 2002 год обыкновенные акции обеспечивали инвесторам среднегодовую доходность чуть выше 10%. В одни годы он доходил до 53%, а в другие падал до минус 26%. Но если вложить деньги на 25 лет, разброс становится намного меньше, и даже в самый неудачный 25-летний период ваша среднегодовая доходность составила бы 8%. Поэтому если вам от 20 до 30 лет, то вы можете смело вкладывать большую часть своих сбережений в акции, так как вы можете положить их на 20 и более лет, и к старости накопить приличную сумму. С возрастом все больше уменьшайте количество акций и инвестируйте в облигации и недвижимость. Но если вы уже вышли на пенсию, то ваш портфель должен состоять по большей части из сравнительно стабильных и предсказуемых облигаций. Некоторые финансовые консультанты считают, что доля облигаций в портфеле должна быть пропорциональна возрасту. Женщине после 20 следует иметь в портфеле только 20% относительно надежных облигаций и около 80% акций. У мужчины в 75 лет доля акций не должна превышать 25%. Если же пожилые люди хотят оставить часть своих средств детям или внукам, то в этом случае возраст уже не определяет временного горизонта, и вы можете вкладывать в акции. При этом иногда можно совершать корректировку своего портфеля. Например, если рынок акций за короткое время удвоится, а цены и облигации останутся прежними, то докупайте больше акций. Если же наоборот акции упадут, все новые вложения, а также дивидендный доход от акций направляйте на покупку облигаций. Правильная реакция на падение цен одного из активов это не паниковать и не бросаться продавать. Правило 6. Диверсифицируйте свой портфель. Вы должны инвестировать не только в разные категории активов, то есть денежные инструменты, облигации, акции и недвижимость, но и диверсифицировать свои вложения внутри каждой категории. Если вы храните деньги на вкладе в банке, то вы должны знать, что страховое возмещение вкладов составляет до 1,4 миллиона рублей. То есть если на вашем вкладе лежит больше, чем эта сумма, то в случае отзыва лицензии или банкротства банка вам возместят только 1,4 миллиона рублей. Остальные деньги вы потеряете. Поэтому безопаснее будет разместить их на вкладах нескольких банков. То же самое и с пифами недвижимости. Вы должны диверсифицировать вложения в инвестиционные трасты недвижимости как по регионам, так и по типам недвижимости. Так, если в одном регионе сложится плохая экономическая ситуация, то вы частично возместите убытки благодаря другим регионам. Вкладывая деньги в акции разных отраслей, вы существенно снижаете риск, потому что экономические события по-разному задевают разные компании. И то, что пагубно для одних, оказывается большей удачей для других. Также портфель, включающий акции разных стран, должен быть более стабильным. Если в одной стране кризис, рынки других развивающихся стран могут расти. Правило 7. Платите себе, а не другим. Первым шагом к тому, чтобы платить себе, а не чужому дяде, является полное погашение долгов по кредитным карточкам. Так как в ином случае, ваших месячных доходов будет едва хватать на покрытие процентных платежей, а основную сумму вам не погасить никогда. Также избегайте пакетных услуг. То есть, когда вы платите брокеру комиссию, а он подбирает вам портфель. Так вы будете платить комиссию в размере 3% в год, а то и больше, даже если сами ничего не заработали. Правило 8. Уважайте мудрость рынка. На рынке никто не может угадать правильный момент. Каждая новость может как положительно, так и отрицательно сказаться на курсе акций. Поэтому переиграть рынок ни у кого никогда не получится. И если кто-то рекомендует вам купить акции какой-либо компании, потому что уверен, что они вырастут, не стоит безоговорочно верить этому человеку. Правило 9. Индексные фонды. Индексный фонд – это вид коллективных инвестиций. Инвестирование в индекс – это стратегия, заключающаяся в покупке фонда, который держит все акции, входящие в состав базисного фондового индекса. Например, возьмем фондовый индекс CNP500. В данный индекс включены 500 компаний, имеющих наибольшую капитализацию. И купив одну акцию данного фонда, инвестор покупает 500 акций, входящих в данный индекс. У индексных фондов имеется множество преимуществ. Во-первых, они упрощают инвестирование. Не нужно убирать из тысяч предлагаемых акций и взаимных фондов. Во-вторых, индексные фонды выгоднее, в отличие от активно управляемых фондов, так как они берут незначительные деньги за обслуживание, не взимают комиссионных и отличаются минимальным оборотом акций, входящих в портфель, благодаря чему избегают очень больших транзакционных издержек. В-третьих, индексные фонды регулярно обеспечивают своим инвесторам более высокую доходность, чем активно управляемые фонды. В-четвертых, вкладывая в индексные фонды, вы сразу получаете диверсифицированный портфель. В-пятых, индексные фонды эффективны в плане налогообложения. Они не занимаются непрерывной торговлей, а потому не генерируют налогооблагаемого прироста капитала. Существует сотни различного рода индексных фондов, вкладывающих средства не только в акции, но и в облигации и недвижимость. Автор советует ориентироваться в пользу более широких индексов, так как, например, индексы, охватывающие 500 акций, могут столкнуться с тем, что некоторые компании исчезают в результате слияния или банкротства, и в индекс приходится вводить новые компании. При этом их акции поднимаются в цене не менее чем на 5%, только потому что стали частью какого-либо индекса, и инвесторам приходится переплачивать. И во-вторых, акции малых компаний приносят больший доход, чем акции крупных компаний. Хотя акции малых компаний, несомненно, более рискованы, чем голубые фишки, то есть крупные компании, но хорошо диверсифицированный портфель малых компаний более доходен. Поэтому автор рекомендует обратить внимание на индексы от 3000 до 6000 акций, которые имеют название «Весь рынок акций». Правило десятое. Не превращайтесь в тупого подражателя. Здесь все довольно просто. Если вы видите, что акции начинают падать, то не стоит бросаться продавать их. Наоборот, вы можете докупить их по более выгодной цене, так как через какое-то время они снова начнут расти. А если вы видите, что на рынке появилась какая-то компания, которая неимоверными темпами набирает обороты, и все начинают вливать в нее деньги, то есть вероятность того, что это окажется мыльным пузырем, который рано или поздно лопнет. Поэтому думайте своей головой. На этом книга подошла к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй любой комментарий. Пока!